Маркетинг, особенно видеомаркетинг, это только один из вопросов, которые нам приходится решать. Мне как клиенту, мне как предпринимателю видео нужно для того, чтобы взаимодействовать с клиентом. Полезен в продажах, продвижении через YouTube. И вот с момента, когда мы стали активно заниматься своим каналом, мы все чаще стали слышать, да-да, я наблюдал за вами, я смотрю за вами, да, я знаю, я это все видел. Не приходилось два или три раза одну и ту же хрень вам разжевывать, включать кулаком постов и говорить, какие же вы тупые все-таки ребята. Не все были гладкие вещи сделаны, какие-то у нас были правки. То есть один, кстати, съемочный день, такая штука страшная, дорогая. Если смотреть на стоимость ролика, а потом еще смотреть на стоимость клиентов, которые привлек этот ролик, то все становится не так страшно. Всем привет, сейчас со мной рядом сидит Денис Бутенко, основатель компании GarageTech, с ним уже более года работаем в сфере видеомаркетинга, YouTube-канала, ну, узнаем все у него. Во-первых, Денис, почему, на каком этапе, почему решил использовать видео для продвижения компании бизнеса? Я решил использовать видео тогда, когда понял, что мне хочется как можно больше и подробнее рассказать о своем продукте клиентам, а мой продукт настолько хорош, красив и прям вот вкусен, что единственным способом рассказать максимально подробно – это показать. Мы пробовали рассказывать, мы пробовали писать статьи, мы пробовали делать все-все-все, мы делали красивые фотографии, но этим красивыми фотографиями не хватало жизни, живости и не хватало ну, чего-то, чего-то такого, что можно получить только при помощи видео. Кадр 13, дубль 1, начали. Ваши вещи вечно валяются под ногами? Уберите их на полку. Сноуборд стоит в углу и иногда падает на ваш автомобиль? Разместите его на специальный кронштейн. А изначально уже было понимание, что у нас будут видеоролики и как вы их будете использовать? Какое-то вот свое в начале? Было какое-то свое понимание, но что мне понравилось именно в работе с вами, с вашей компанией, это то, что вы мне помогли это понимание дооформить. Следующий ЗКД – продолжение мысли. Что можно сделать? Я предложил бы вас здесь вот, где ЗКД с огурцами и с оленями. То есть, было желание сделать красиво, было желание сделать профессионально, было желание сделать, так называемого, кост-эффектив, то есть, не потратив слишком много денег просто потому, что снимать дорогой камерой. Нет. То есть, была задача сделать за нормальный вменяемый бюджет хорошую качественную картинку, вот, и были какие-то идеи, были некие там попытки написать сценарий, и мы, когда начинали с вами работать, эти сценарии дорабатывались, и, в общем, даже по ходу съемочного дня, я помню, что мы какие-то вносили правки. В этом смысле ваше участие было хорошим, максимальным, я бы сказал, и очень уместным. Спасибо. А вообще с чего нужно видео, нужно искать исполнителя, каким образом происходил поиск, со сколькими ты общался, почему вообще начал с нами работать, в конце концов. А, я в YouTube начал смотреть какой-то материал на тему того, как снимать видеоролики для продвижения продукции, что-то типа такого. Я не помню сейчас свой точный поисковый запрос, но что я увидел, я увидел твои ролики о том, как ты рассказываешь что-то связанное с видеомаркетингом, как продвигать, как снимать, как при помощи средств YouTube, еще и клиентов получать. И я подумал, что вы, вполне возможно, что-то в этом понимаете. Потом дальше я начал смотреть ваши примеры работ, дальше я начал читать вашу рассылку, то есть я грелся достаточно долго. Параллельно с этим, конечно же, у меня были опыты работы с другими людьми, мы фотографов разных приглашали, и видеооператоров периодически приглашали, и делали запросы в разные компании, такие крупные, я не скажу BBDO, конечно, мы к ним не делали запросов, но что-то такое, крупным компаниям, которые позиционируют себя как маркетинговое агентство полного цикла, или креативные агентства, или что-то типа такого. Но там либо были какие-то запредельные ценники, либо ребята не хотели глубоко погружаться в продукт, и в проблемы, которые меня как клиент ломают. Грабли цепляются за стену и царапают ее, а топор, топор падает прямо на номерики Порше. Кстати, поделитесь в комментариях к этому видео, какие неприятности случались в вашем гараже? И мне самое главное, что мне у вас понравилось, и собственно, почему мы с вами работаем до сих пор и будем продолжать работать дальше, это то, что вы вовлекаетесь, то есть вы общаетесь с нами еще даже до того момента, как я вам заплатил первый транш денег, вы общаетесь с нами, как люди, которым не все равно, которые хотят действительно разобраться в продукте, разобраться в проблеме и придумать какое-то решение. И это достаточно редко в наши дни. У меня есть опыт работы с маркетинговыми компаниями, у которых цель, мне кажется, только обналичивать свои счета. Взяли, выставили счет, получили денег и как бы сделали видимость работы. В вашем случае, это абсолютно откровенно я говорю, никаких здесь нет сомнений, мне понравилось, меня подкупило ваше вовлечение. Не все были гладкие вещи сделаны, какие-то у нас были правки, но вот сколько у нас было правок по первому ролику, сколько по последнему, это прям небо и земля. То есть первый ролик мы притирались друг к другу, мы как-то понимали, искали точки, мы выравнивали точку зрения, как бы, да, мы начинали пытаться смотреть в одном направлении. Я взаимно тоже хочу тебе, Денис, спасибо сказать, потому что это очень ценный клиент за счет того, что он четко формулирует мысли. В самом начале мне предоставлено было три странички А4 мелкого текста, где были расписаны четко все цели. Когда я в первый раз сюда пришел, мне в течение двух часов была проведена экскурсия по объекту, где донесены какие-то основные мысли, преимущества, особенности. А поэтому для того, чтобы сделать качественно, нужно погрузиться в компанию, в систему и нужно давать вначале эту обратную связь. Это очень важно. И хорошо сформулированные цели, правильно обозначенные такие пинки и требования тоже очень помогают тоже развиваться, улучшать результаты свои, надеюсь, и ваши. Да, и тут я хочу сказать вам, тем людям, которые будут умеешь заказывать какие-то работы, либо продолжая с ним сотрудничество, очень важно не делать поспешных каких-то выводов, потому что любой человек, который приходит к вам и начинает с вашей темой взаимодействовать с нуля, он отличается от вас очень сильно. Вы в теме, вы погружены в проблематику, в продукт, и вам кажется, что вы сейчас за 10 минут все расскажете, они должны схватить ваши идеи и сделать сразу тот продукт, который вы у себя в голове имеете. Вот здесь очень важно то, что в вашей голове донести и положить вот в эту голову, таким образом, чтобы точки зрения были одинаковые на проблему, и тогда продукт будет сам по себе получаться хорошим. И это занимает время, это занимает усилия, и здесь требуется терпение реально. То есть, ну как бы надо понимать, что это другая голова, и слава богу, потому что есть какие-то свои, свой багаж знаний, свой багаж опыта, и для того, чтобы его применить к вашему продукту, и вместе у вас получился какой-то синергетический эффект, и получилось что-то прям классное, надо научиться взаимодействовать, надо научиться слышать друг друга, нужно научиться понимать, что он вас услышал правильно, задавая ему правильные вопросы. Миша в этом смысле очень приятный собеседник, и он хорошо понимает, что мы от него хотим, и быстро воспроизводит. У себя внутри компании важно иметь человека, либо это будет штатный сотрудник, или это будет сам предприниматель, кто угодно, который бы хорошо понимал вопросы рекламной маркетинговой аналитики. Какая у нас целевая аудитория? Кто наши клиенты? Откуда они приходят? Сколько их приходит в день, в неделю, в месяц? Сколько они стоят? И так далее. Вот эту вот аналитику контролировать необходимо. Эту систему аналитики надо строить, надо чтобы ее держал внутренний человек, это важно. И чтобы этот внутренний человек имел возможность всегда видеть отклонения от генеральной линии, она должна быть сформирована, кстати, эта генеральная линия. Стратегический маркетинг – это задача владельца компании, предпринимателя, и его задача научить человека, который будет постоянно держать всех вот в одном направлении, не давать возможности разойтись по сторонам. Маркетинг, особенно видеомаркетинг – это только один из вопросов, которые нам приходится решать, их больше. Вот для того, чтобы работа с подрядчиками не останавливалась, обязательно должен быть кто-то в компании, кто эту работу ведет, как менеджер проекта, как коммуникатор, координатор, там что-то еще. С точки зрения иметь или не иметь собственного, например, видеооператора, тут вопрос каждый решает для себя самостоятельно. Если это бизнес такой типа нашего, где есть огромное количество выездных работ на объектах, то мне было бы вообще идеально иметь некое устройство, которое можно монтажник повесить на объект, оно бы заснимало всю картинку, потом мы этот контент отдаем вам, вы из него что-то делаете, что-то лепите, и тот же самый таймлапс получается сам по себе. Но это сейчас пока из области фантастики штука. Кому-то достаточно будет просто того, что вы с ним сделаете ряд роликов, видеоконтента, который показывает суть их деятельности, я не знаю, там клиника, каждый день снимать, что там гнилые зубы, они гнилые по-разному, да, но суть картинка одинаковая. Там такой человек не нужен, но там обязательно все равно нужен кто-то, кто будет смотреть за результатами продвижения роликов, то есть за тем, какой отклик получается. И вот тут вы можете ему тоже очень хорошо помочь этому человеку, предоставив аналитику, предоставив отчеты, правильно оформленные, потому что боль у всех очень простая, она одна, нужны клиенты и нужно знать, сколько они стоят. Потому что, когда маркетологи приходят сторонние в компании, они говорят, какие у вас рекламные бюджеты. Ребят, никаких у нас рекламных бюджетов нет, нам нужны клиенты, нам нужно как можно меньше за них заплатить. Красиво, прочно, не вздумайте перепутать с пластиковым сайдингом. Внешне похоже, но этому точно не место в вашем идеальном гараже. Продвижение такая штука, в которую требуется вкладывать деньги постоянно. Если в моменты кризиса, в моменты безденежа мы перестаем вкладывать деньги в продвижение, в результате мы уж углубляем свое положение. Поэтому, да, вкладывать надо, но вкладывать надо разумно и, естественно, мы не можем предположить, что может дать максимальный эффект, поэтому надо пробовать. Желательно эти гипотезы тестировать на каких-то небольших бюджетах. Нужно на это планировать бюджеты, нужно понимать, что вы можете снять офигенный ролик, классный, красивый, прям вы будете всей компании смотреть его не отрываясь, но при этом он вам принесет примерно 0 клиентов. Такое бывает, и это бывает вовсе не потому, что Миша плохой, или вы плохой, или еще кто-то плохой. Вы просто вот не угадали. Самый дешевый и простой способ подделки стен – это покраска. Но то ли это, что вам нужно? И тут надо не отчаиваться, пробовать следующие гипотезы и показывать что-то другое. Каким-то другим людям, может быть, на каких-то других площадках. Важно здесь еще, что почему мы к вам обратились, потому что вы в свое время спозиционировали себя как людей, которые могут не просто снять видео, но еще что-то с ним потом сделать. Мне как клиенту, мне как предпринимателю видео нужно для того, чтобы взаимодействовать с клиентом. Причем, не с имеющимся клиентом, с которым я умею взаимодействовать, а с тем, который еще не стал моим клиентом, а только думает о том, стоит ли. Мне нужно давать ему возможность с нами знакомиться, давать ему возможность знакомиться с продуктом, смотреть за этим, за тем, что он появился и начинает с этим знакомиться, понимать, на какой стадии он в зрелости находится и в какой-то нужный момент показывать ему что-то такое, чтобы он наконец-то позвонил, решился. Я хочу поддержать мысль насчет коммуникации, что при работе с GarageTech у нас всегда, практически всегда был человек, какой-то один основной, который с нами взаимодействовал. Сначала, в принципе, эта должность, она называлась как пиар-менеджер. Сначала там была девочка, потом был мальчик. Но в любом случае, когда коммуникация, вся информация в компании заканчивается по нашему вопросу видеомаркетинга, продвижения ютуба, идет к одному человеку, а этот человек взаимодействует с нашим человеком, кто также на себя все функции внутри нашей структуры. Таким образом, просто более эффективная коммуникация, чем если бы владелец, он все время занят, не успевает давать обратную связь, или еще хуже, что у нас есть несколько лиц, которые влияют на принятие решения. И когда их несколько, один говорит одно, другой, второе, нету согласованности, начинается хаос. Поэтому этот человек, это очень ценно, даже для экономии времени, сил при взаимодействии с подрядчиком. Да, это так. И важно еще какой-то процесс, алгоритм взаимодействия тоже согласовать, наладить, чтобы не было потом такого, что мы какие-то вещи согласовали, обсудили. Потом выходит владелец, говорит, что это вы тут делаете, надо все не так. Вот, я придумал и решил вот так делать. В результате, там, какая-то часть работы на смарку. Важно быть открытым всегда для новых идей. Важно быть, если придет вдруг творческая мысль какая-то в процессе съемочного дня, ни в коем случае не отталкивать ее от себя и не говорить, что нет-нет, этого не было у нас в сценарии. В этом шкафу вы можете хранить все, что пожелаете. Допустимый вес 100 килограммов. Мы так делали, у нас куча есть прикольных моментов, которые появились просто потому, что вот так пошло. Сегодня я расскажу вам о пяти перспособлениях, которые обязательно должны быть в каждом современном идеальном гараже. И при этом, это не ухудшило сценарий, мы сняли все, что нужно и плюс у нас появились дополнительные какие-то вещи, которые мы можем использовать в других местах. То есть один, кстати, съемочный день, такая штука страшная, дорогая, но, как оказалось, за один нормально, правильно организованный, проведенный съемочный день, один съемочный день, вы можете получить себе месяца на два, а то и на три нормального полноценного видеоконтента, который будет вам полезен в продажах, продвижении через YouTube, продвижение через Facebook, продвижение через Instagram, продвижение через контакты, проще, соцсети и так далее. То есть много взаимосвязанных вещей должны быть правильно организованы в один день, это и оборудование, и люди, и логистика, и сценарий подготовленный, и тайм-менеджмент, потому что все творческие ребята любят за мыслью куда-то дальше там пойти, и в этот момент важно либо Миша в этот момент, нас дергал, ребята, у нас время, мы должны делать сейчас то-то, то-то. Ну и в результате мы что-то успевали делать. Правда, любой наш съемочный день заканчивался уже сильно не днем. В результате, кстати, да, когда мы берем и смотрим на те продукты, которые мы получаем в конце, после уже, как это называется, пост-продакшн, то оказывается, что этот съемочный день, эта сумма, она делится на большое количество роликов, если смотреть на стоимость ролика, а потом еще смотреть на стоимость клиентов, которые привлек этот ролик, то все становится не так страшно. Здравствуйте, меня зовут Денис Бутенко, в гараже годами хранится множество вещей, велосипед, керхер, удочки, садовый и спортивный инвентарь, и все это разбросано по всему гаражу. Скажи, а как используешь видео, просто существующие ролики, не продвигая, там, не знаю, в e-mail рассылки, каким образом они влияют на клиентов, как на тип наблюдения? Мы используем их по-разному. Во-первых, если мы хотим какую-то идею клиенту потенциальному рассказать более подробно, мы ему даем ссылку на ролик, он заходит, смотрит. Во-вторых, есть e-mail рассылки, есть рассылки, которые мы делаем, просто регулярные рассылки, обычные для всех, есть какие-то специализированные цепочки писем, которые объясняют те или иные вопросы. Просто подписчики, которые подписываются на канал, смотрят все, что мы показываем, и что-то зацепляет их, какой-то ролик, и они нам звонят. И вот с момента, когда мы стали активно заниматься своим каналом, мы все чаще стали слышать, да-да, я наблюдал за вами, я смотрю за вами, да, я знаю, я это все видел. Спасибо, не надо мне рассказывать, я это все уже видел. Первый в мире влог о создании вашего идеального гаража. О недостатке, какие у нас недостатки были, какие пожелания в работе в будущем, что можно отметить? Хороший вопрос. Я особо так их не могу, я их не фиксировал, то есть все недостатки, которые у вас были, мы пытались устранить по ходу работы, и они устранялись в целом. Ну, какие-то там шероховатости по организации процесса, по смете, опять же, да, там, когда какие-то там... А, вот, недостатки, какие у вас были, у вас были какие-то непонятные там юрлица сначала, не ваши, потом стали ваши, какое-то количество документации избыточное. Косяков особых не было, что радует. Шероховатости, недостатки какие-то, если были, мы их устраняли по месту, и что хорошо, то, что вы на них нормально и адекватно реагируете. Я люблю сразу сказать подрядчику, где он не прав, потому что в большинстве случаев он бывает везде не прав, но в вашем случае это, кстати, было довольно-таки приятно с вами работать всегда. Еще один момент. Опять же, Денис, если говорит, что где-то что-то не так, в монтаже, там, в титре, он все время объясняет, почему. То есть, он, понимая смыслы, которые мы хотим донести в видеоролике, или восприятие, понимая клиента в какой-то степени своего, он объясняет, почему нужно сдвинуть на 2 мм левее, почему логотип нельзя видоизменять, и чтобы обязательно здесь была прозрачность, когда мы с брендированием работали. И за счет того, что ты понимаешь суть и объяснение, что не так, естественно, ты адекватнее воспринимаешь, и главное понимаешь, что делать, как бы на что править, что изменять тоже. Ну вот, я вот эти даже вещи сейчас бы и не назвал как недостатки, потому что вы это исправляли всегда, и у вас... Это процесс работает. Самое главное, что вот мне очень понравилось, это то, что не приходилось два или три раза одну и ту же хрень вам разжевывать. То есть, не было таких повторяющихся ошибок, бесящих, которые вот бывают у некоторых подрядчиков, когда ты им один раз рассказал, ты правильно говоришь, что да, я трачу время на то, чтобы разъяснить, почему нет. И у меня вот концепция такая, я как руководитель, я умею говорить да или нет, я не пытаюсь за своих сотрудников найти способ решения проблемы, потому что они мне для этого и нужны, чтобы проблему решать, они специалисты. А я могу одобрить это решение или не одобрить, но если я его не одобряю, то я должен объяснить, почему я так делаю. Кто знает, может быть, именно в вашем гараже появится план по постройке космического корабля, который долетит до Марса, или появится новое альтернативное топливо? Расскажите в комментариях, о каких способах использования гаража знаете вы? С вами был Денис Бутенко. Живите в комфорте!